В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. 50 тысяч рублей за каждую упаковку просроченных молочных коктейлей. Такой штраф может грозить руководству одного из самарских супермаркетов. Прокуратурой, уполномоченной по правам человека, в Самарской области провели рейд по торговым сетям. Проверяли цены на детское питание. Торговая надбавка на него не должна быть больше 15%. Попутно выявили и необоснованно высокие цены на другие продукты. Теперь будут выяснять, есть ли сговор среди продавцов и поставщиков молока. Надбавка на детское питание составила 40%. Комментарий излишне. В супермаркете «Меркурий» на аэродромный детский йогурт – продукт практически элитный. Во всяком случае, цены на него явно не социальные. Торговая надбавка розничных сетей на детское питание в Самарской области не должна превышать 15%. Молочная продукция и детское питание, да, это повысилось. Но это критично, потому что достаточно высокий процент от детского питания, если он стоил 30, там сейчас 34. Достаточно большая разница. Но это заметно, потому что это приходится брать постоянно. Прокуратура Самары и уполномоченные по правам человека в Самарской области отправились в рейд по торговым сетям железнодорожного района. Найти предпринимателей, которые завышают цены, не составило труда. Мало того, в этом же магазине на прилавке продукты, употреблять которые в пищу, уже небезопасно. В данном случае мы не говорим о категоричном пределе, но когда уже в разы завышают эти проценты, они, конечно, вызывают обоснованное возмущение граждан. Естественно, мы по этим фактам, акцентируя внимание, проводим проверки. И сегодня, к сожалению, были свидетелями того, что есть на витрине те продукты, которые имеют просроченные сроки годности. Это также основание для проведения проверки. В поле зрения ревизоров попали и другие категории продуктов. К примеру, цены на молоко некоторых производителей выросли почти в два раза. Повышение цен, естественно, на молочную продукцию прокуратура будет проверять. Вопросы, связанные и в том числе с ценовым сговором среди поставщиков и продавцов. Прокуратура следит за ценовой политикой розничных сетей. В прошлом году за необоснованностью на завершение цен возбуждено более 10 административных производств. А по результатам проверки после этого рейда руководству магазина может грозить штраф до 50 тысяч рублей за каждое нарушение. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Бизнес должен быть социально ответственным. Об этом шла речь на встрече главы администрации Самары Олега Фурсовой и директора филиала фабрики «Настле» России Елены Звонцовой. Фабрика «Настле» – одно из ведущих предприятий города. На производстве трудятся почти полторы тысячи работников. Ежегодно сотрудники проходят обучение, повышают квалификацию. В период сложной экономической ситуации руководству предприятию дает сохранить рабочие места. Мэр города отметил, что шоколадная фабрика вносит большой вклад в развитие экономики региона. Ежегодно налоговые поступления составляют четверть миллиарда рублей. Сотрудники фабрики вышли с инициативой благоустроить своими силами сквер, который располагается возле предприятия. Городские власти идею поддержали. Это была идея, идея людей, которые работают на предприятии и ходят через этот сквер регулярно домой и на работу тоже. Мы пока не определились еще со сроком реализации, потому как этот год несколько сюрпризов бизнес привнес своих. Идею эту мы не оставляем. Где-то ближе к маю месяцу мы сможем определиться поточнее. Мы поддерживаем такие начинания. Вообще вот наша позиция, что нужно как можно быстрее привести город в порядок. Мы все видим, что недостаточно внимания, может быть, уделялось этой теме какое-то время назад. И наша задача, задача властей создать условия, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и довольными. Это невозможно без хороших фасадов, без качественных дорог, без аккуратных газонов. В ходе встречи Олег Фурсов также предложил руководству на стле России взять шефство над несколькими зданиями в исторической части Самары, как это делают и другие крупные предприятия города. Реставрация фасадов могла бы стать достойным вкладом бизнеса в подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Но спорт начинается с малого. Ледовые площадки Самары проверили на качество. Во дворах и преобразовательных учреждениях города этой зимой залили больше сотни катков. Однако не все содержатся в должном состоянии, а некоторые площадки во дворах и вовсе простаивают. Организация зимнего спорта для горожан вызвала нарекания главы администрации города Олега Фурсова. За неделю управляющим компаниям и ТСЖ удалось исправить ситуацию. Но впредь недобросовестными организациями, которые не справляются с уборкой снега и заливкой катков, сотрудничать не будут, заявили в городском департаменте спорта. Сразу после уроков на каток во дворе. В хорошую погоду ледовые батальи длятся часами. Хоккейных секций поблизости нет, поэтому каток во дворе на улице Вольской – единственное место, где эти юные хоккеисты могут приобщиться к зимнему спорту. Собираемся здесь на катке. Кто может, амуницию притаскивает, защиту. Играем. Иногда до вечера. Очень удобно, тут много домов, дети приходят. Ледовую площадку в этом дворе заливает управляющая компания. Поддерживать каток в хорошем состоянии коммунальщикам активно помогают молодые хоккеисты и их родители. Выносится шланг, заливаем шваброй, все гладим. Но происходит это все при минусовой температуре. То есть при плюсе каток, естественно, закрытый, чтобы его не убивали. Картина с катками по городу не везде идиллическая. Залита 101 ледовая площадка. Но порядка 15 из них вызвали нарекания жителей. Есть и калды вообще ни разу за эту зиму не залитые. Вопрос о ненадлежащем состоянии некоторых катков поднял на совещании глава администрации Самары Олег Фурсов. Адресовав ряд замечаний по организации работы Департаменту физкультуры и спорта. Для исправления ситуации и в целом проверки работы ледовых площадок, руководитель ведомства Виктор Ольховский отправился в рейд по каткам, чтобы на деле увидеть крепок ли лед. Не все, конечно, организации вовремя и быстро реагировали на вот эти изменения погодные. То есть очистку, дозаливку, еще какие-либо вопросы, которые возникают в плане эксплуатации площадки. Учитывая вот эти факторы, на следующий сезон зимний мы внесем вот эти коррективы. Будем либо менять, либо еще как-то. Ну, проще говоря, ситуацию будем менять. Калды во дворах взяли под свою ответственность управляющие компании и ТОСы, которым, впрочем, затраты на содержание катков субсидируют из городского бюджета. При условии, что районная администрация подтвердит, что местная ледовая арена действительно работала, а не просто существовала на бумаге. Те компании, которые систематически не справляются с задачей, больше к ледовому делу не подпустят. Закатки на территориях школ, отвечает департамент образования. Во второй Самарской гимназии упор делается на лыжный спорт. По периметру школьного двора проложена лыжня. Но есть и альтернатива. Во дворе залили небольшой ледовый пятачок 12 на 24 метра. Дети в основном занимаются на лыжах. Но поскольку дети приезжают со всего города, не все могут привезти с собой лыжи. Какую часть, конечно, выдает в гимназии. И поэтому было принято решение, чтобы все 100% на уроке задействованы, залить небольшой каток. После дополнительной разъяснительной работы управляющие компании и ТСЖ тоже привели в порядок катки во дворах. Почти образцовой оказалась хоккейная калда на улице Демократическая. Лучшим показателем качества стали скорость и точность ударов юных хоккеистов. Марина Кравцова, Павел Просняков, События. Если на катках лед обязателен, на тротуарах и крышах домов его просто быть не должно. Самарские активисты общероссийского движения Народного фронта «За Россию» оценили итоги акции «Опасный лед». Она стартовала в середине января. Уже после первой недели ситуация в Самаре заметно улучшилась. К тому же идею поддержали власти города. На улицах были размещены информационные баннеры об ответственности собственников зданий и жилых домов за своевременную очистку от наледи козырьков балконов, карнизов, кондиционеров. Коммунальные службы оперативно реагировали на жалобы жителей и выезжали на место для расчистки. Жители региона продолжают выкладывать фотографии неочищенных крыш или тротуаров у себя на странице в социальных сетях с указанием адреса, где опасный лед обнаружен. Другим темам День Святого Валентина отмечают в субботу во всем мире, в том числе и в России. Праздник считается католическим, хотя сами служители церкви неоднозначно относятся к этому святому. Впрочем, для влюбленных 14 февраля еще один повод признаться в любви или сыграть свадьбу в делах сердечных, разбиралась Юлия Черняева. Выйти замуж не напасть, как бы с мужем не пропасть. К подобным шуточкам Яна Елесина относится скептически. Свой выбор она уже сделала больше года назад и готовится стать примерной женой именно в День всех влюбленных. Тема свадьбы – зимняя сказка. Я, как и любая девочка, за романтику, за счастье. И где найти еще такой день в году, как День Святого Валентина, когда кругом царит любовь, влюбленные пары, счастливые глаза, радость. И особая такая атмосфера, которой, конечно, хочется. И учитывая, что у нас будет свадьба 14 февраля, мы каждый год будем рукунаться в эту атмосферу. Ну, самое главное, не пятница 13-я. Жениться не в этот день. Для свадебного организатора День влюбленных – практически профессиональный праздник. Необычную свадьбу Яны и Игоря Варвара планировала не один месяц. Оригинальная цветовая гамма – серо-серебряная. Артисты, сюрпризы – все красиво и стильно. Ежегодно 14 февраля многие пары стараются зарегистрироваться узами брака именно в этот день, потому что считают, что Святой Валентин будет беречь их любовь всю жизнь. Но по моим социологическим опросам в этот день больше делают предложения. В этот день японцы балуют возлюбленных сладостями, щедрые французы – ювелирными украшениями. Впрочем, оригинальный букет – тоже хороший подарок. Кстати, 14 февраля в Германии отмечается День психического здоровья, потому что считается, что Святой Валентин – покровитель ума лишенных. Что ж, что может быть лучше, чем потерять голову от любви? В Самарской области в субботу 14-го поженится почти 500 пар. В этот день ЗАГСы приготовили влюбленным подарки. 13-го в пятницу у нас не будет ни одной пары. Но зато 14-го – это день покровитель всех влюбленных. И, конечно же, молодые люди очень обращают внимание на эту дату. В этом году, 14 февраля, у нас 35 пар подали заявление и планируют зарегистрировать свой брак. В честь Дня всех влюбленных во многих самарских музеях, кинотеатрах и даже библиотеках планируются специальные акции. Сэкономить предлагает кинотеатр художественный. Получите бесплатный билет за поцелуй у кассы. Закрутить «Любовь на льду» можно будет вечером на катке Аэрокосмического университета. Юлия Черняева, Константин Головин. События. Накануне Дня влюбленных специалистов Федерального справочного сервиса в интернете опубликовали рейтинг российских мегаполисов по числу цветочных магазинов. Попала в него и Самара. Столица региона заняла 10-е место. По числу салонов флористики на 10 квадратных километров Самара обошла Уфу и Пермь. В то же время город уступил по этому показателю Казани и Нижнему Новгороду. Продолжаем выпуск. 15 февраля в России будут отмечать памятную дату – день вывода войск из Афганистана. По традиции в Самаре к памятнику воинам-интернационалистам торжественно возложат цветы. Церемония начнется в 11 часов утра. Ну а буквально через неделю Самара примет большое спортивное событие. С 23 февраля по 1 марта в спортивном центре «Грация» будет проходить чемпионат России по настольному теннису. Самарские спортсмены из школы Олимпийского резерва «12» тоже примут в нем участие. Мариана Мирна убедилась, у наших есть все шансы на победу. Настольный теннис в Советском Союзе был не просто спортом. Теннисные столы стояли в каждом учебном заведении, на любом производстве и во дворах можно было встретить игроков и болельщиков. Самара не была исключением. В 1965 году была открыта многовидовая спортивная школа, в которой почетное место занял и настольный теннис. Была воспитана не одна плеяда поколений известных очень спортсменов, которые защищали честь не только школы Самарской области, но и в составе сборной команды России завоевывали самые высокие титулы и медали. Со временем остальные виды спорта отсеялись, да и самые весомые успехи наблюдались именно в настольном теннисе. Школа была преобразована в школу Олимпийского резерва номер 12 и сейчас продолжает растить новых чемпионов. Гордость Самары 13-летняя Маша Тайлакова, 7 лет в спорте, в прошлом году выиграла чемпионат Европы. В этом межконтинентальное первенство. Говорит, победы не всегда даются легко. Работала очень много за счет характера. Боролась, не сдавалась. Упертая очень. Борюсь до конца. На тренировках очень много нужно работать, нагрузка физически. А на соревнованиях очень много моральной, психологическая нагрузка очень большая. С 23 февраля по 1 марта в Самаре будет проходить чемпионат России по настольному теннису. Спортивного мероприятия такого масштаба у нас не было с 1971 года. И ученики школы Олимпийского резерва надеются, что достойно представят Самару. Рекомендую заняться, потому что интересная игра, здесь нужно думать, очень динамично, интересно, все время захватывать. У нас здесь хорошо, интересный вид спорта. Постоянно занимаешься, физическая подготовка и будешь сильным. Приходите в нашу школу, спорт это здорово. Марианна Мирная, Павел Пресняков, События. Новые возможности предлагает наш телеканал своим зрителям. Теперь здесь ежедневно транслируются программы о России, истории знаменитых россиян, о политике и экономике. Самары ГИС и российский телеканал «Вместе РФ» теперь партнеры. Программы «Телеканал Вместе РФ» можно смотреть на Самары ГИС каждый день после шести вечера в кабельных сетях, а также онлайн на самарагис.тв. Художник рисует картины, женщины рожают детей, дети идут в школу, на полях вырастает хлеб. И каждый новый день обязательно будет лучше предыдущего. Мы так похожи. Взгляды на жизнь канала Самары ГИС и кредо телеканала «Вместе РФ». Разные только границы. Обращенным в будущее называют свой телеканал сами сотрудники. «Вместе РФ» телеканал достаточно молодой. Ему всего два года, но уже уверенно движется по стране. В редакции карта наступления на регионы. Благодаря сотрудничеству с компаниями «Ростелеком», «Триколор», более мелкими операторами, красные флажки словно маяки в большинстве территорий России. «Вместе РФ» смотрят в кабельных сетях и спутники. Потенциальных телезрителей до 42 миллионов человек. У жителей Самары и области появилась дополнительная возможность смотреть программы о себе, России, истории, знаменитых россиянах, о политике и экономике. «Самара ГИС» и «Вместе РФ» теперь партнеры. Телепрограмма «О нас, Самарцах» «Вместе РФ» также будет транслировать в своем эфире на всю страну. До недавнего времени нас с телеканалом «Вместе РФ» объединяло одно – это 24 часа повещания. Теперь, когда подписан партнерский договор, телезрители Самары увидят около трех часов контента. Это восемь передач. Увидеть, как делается государственная политика, как рождаются важные для людей страны в целом законы, дает возможность телеканал «Вместе РФ». Регулярные прямые трансляции с совещаний, встречи, дискуссий из центра Москвы идут в эфир, что называется, без купюр. Здесь нет запретных тем. Здесь обсуждается, чем живет страна, регионы, большие города. Здесь порой не выбирают выражений и бывает страшно интересно, рассказывает главный редактор телеканала «Вместе РФ». Неправильно думать о том, что если мы живем в Самаре или в Нижнем Новгороде, то что они там делают в Москве, нас это не волнует. Очень даже волнует. Потому что если обсуждаются тарифы, допустим, вот скоро придет железная дорога и будет обсуждать историю, которая случилась с железными дорогами, с пригородными электричками. Но, простите, Совет Федерации – это единственное место, где удается обсудить открыто вот такие сложные вещи. Душу проекты телеканала «Вместе РФ» тоже греют. Публицистический сериал «Наша Марка» рассказывает о заводах, небольших производствах и мастерских, о простых и скромных тружениках нашей страны. Например, конструкторе корабля на подводных крыльях, чьи успехи и достижения – повод для патриотизма и гордости за страну. Существует множество версий о происхождении самоваров. Похожими приборами пользовались японцы и китайцы. Своеобразный культ самоваров существовал в Персии и в современном Иране. Но ни в одной стране мира, ни в одном городе эти приборы для кипячения воды не достигли такого совершенства и разнообразия форм. И даже этот гигантский самовар является действующим. Передачи телеканала «Вместе РФ» сама Аргиз показывает каждый вечер. В кабельных сетях, а также онлайн на самаргиз.тв. Теперь на законных основаниях знакомьтесь с сенатор крупным планом. Актуальное интервью людей РФ – это наша марка. Это время и мы. И все это круглосуточно. Ваш городской телеканал «Самарагиз». Меняемся, оставаясь верными самарцам. Ирина Тулгаева, события. Далее смотрите новости экономики. А у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самарагиз». Доля россиян, считающих, что рубль укрепится к доллару и евро, возросла с 11% до 24%. А полагающих, что рубль будет продолжать падать, наоборот, снизилась с 41% до 26%. Таковы результаты исследований, проведенных по заказу Центробанка. 21% респондентов считает, что российские власти сейчас делают достаточно для того, чтобы остановить рост курса доллара. Большинство же граждан полагает, что деятельность государственных и правительственных органов в данном случае недостаточно эффективна. Потребительские цены в России выросли на 4,8% с начала 2015 года. Годовая инфляция составляет 15,6%. Об этом говорится в отчете Росстата. Показатель годовой инфляции превышает план Минэкономразвития на 2015 год и ключевую ставку Центрального банка, сниженную в конце января до 15%. По данным Росстата, с 3 по 9 февраля 2015 года потребительские цены в России выросли на 0,6%. Всего за первые 9 дней февраля на 0,9%. С 3 по 9 февраля овощи в среднем подорожали на 1,5%. При этом морковь и лук сразу на 3,1%. Больше всего также выросли цены на рис 2,3%. На мороженую рыбу прибавили на 1,9%. И подсолнечное масло подорожало на 1,5%. Хорошо, что пока в цене не взлетели патроны. Белорусская туриндустрия в 2015 году хочет довести до 480 миллионов долларов экспорт профильных услуг. В январе-ноябре 2014 года белорусский турэкспорт достиг 236 миллионов долларов, прибавив 8,6% относительно того же периода годом ранее. Что касается генераторов турпотока, то первое место традиционно занимает Россия, которая обеспечивает до 70% белорусского въездного туризма. А что, вполне реально, я считаю, особенно после того, как в Белоруссии оборудуют морские пляжи по последнему слову. Нет, ну пока-то моря нет, но им Джан Псаки обещала, так что скоро будет. А на сегодня это все. Хороших выходных. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре силовики сыграют в хоккей, тольяттинские фигуристы выступят на юниорском чемпионате мира. У крыльев советов опять финансовая лихорадка. Крыльям советов запрещено регистрировать новых футболистов из-за долгов перед действующими игроками, заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков. По его словам, погасить все и сразу невозможно. Вопрос очень серьезный, но выполнимый. До 27 февраля финансовые кадровые проблемы в команде обязательно решатся, ведь трансферное окно закрывается в конце месяца, заявил гендиректор Крыльев. Фигуристы из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин поедут выступать на юниорский чемпионат мира. Турнир в Таллине намечен на первую декаду марта. Путевку на международные соревнования спортсмены завоевали после удачного выступления на первенстве России. Там они заняли третье место. В день всех влюбленных в субботу 14 февраля на льду Дворца спорта ЦСК ВВС состоится второй хоккейный турнир Кубок силовых структур. Начало в 10 утра. За главный трофей сразятся 5 команд. В прошлом году их было 3. Обладателем Кубка стали полицейские. Призовые места поделили между собой прокуроры и агенты национальной безопасности. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова